У них не зря такое устрашающее название. Пестициды действительно опасны для человека. И легче всего им проникнуть в наш организм через свежие овощи и фрукты. Расскажем, как это предотвратить. Пестициды представляют собой токсичные вещества, которые используют для защиты урожая от вредных насекомых, сорняков, грибков и грызунов. Они хорошо справляются со своей задачей, однако при этом очень опасны для здоровья человека. Согласно западным исследованиям, эти вещества негативно влияют на работу головного мозга, молочных желез, легких почек, поджелудочной, простаты и могут спровоцировать рак желудка. В медицинской практике немало случаев, когда пестициды становились виновниками хронических болезней неврологического и дерматологического характера, увеличивали риск болезни Паркинсона, а у детей развивали эпилепсию и ликемию. Для того, чтобы получить дозу токсичных веществ, не обязательно стоять на поле во время их распыления. Пестициды можно обнаружить в большинстве покупных фруктов и овощей. Чаще всего пестициды встречаются в клубнике, яблоках, мектаринах, персиках, винограде, болгарском перце, шпинате, сельдерея, помидорах, огурцах и горохе. Продукты, содержащие меньше всего этих токсичных веществ. Ананасы, грейпфруты, авокадо, папайя, киви, манго, дыни, капуста, спаржа, баклажаны, лук, кукуруза, цветная капуста. Чтобы избавить овощи и фрукты от пестицидов, воспользуйтесь нашими советами. Совет 1. Тщательно промывайте под проточной водой после распыления, большинство пестицидов остаются на стеблях и листьях растений. Чтобы удалить вредные токсины овощи и фрукты, перед употреблением в пищу лучше промыть под теплой струей воды. Делать это нужно очень тщательно, поскольку пестициды плохо растворяются в воде. Совет 2. Насухо протирайте после мытья овощей и фруктов, насухо протрите их поверхности. Это поможет удалить остатки вредных веществ. Протирать лучше всего одноразовым бумажным полотенцем, потому что есть вероятность повторного переноса пестицидов на другой продукт питания. Бумажные полотенца идеально подходят для клубники, груш, яблок, вишни. Овощи и фрукты с более толстой кожицей, бахчевые корнеплоды протирайте сухой тряпкой из плотного материала. Совет 3. Очищайте наружный слой. Для снижения вероятности попадания в организм пестицидов перед употреблением в пищу фруктов или овощей, очистите их от верхнего слоя кожицы. В данной процедуре обязательно должны быть подвергнуты картофель, свекла, морковь и другие корнеплоды. Эффективен этот метод и для продуктов, обработанных воском, к примеру, яблок, так как пестициды могут хорошо сохраниться под восковой пленкой. Перед очисткой и после нее продукты нужно помыть, чтобы на их мякоть через нож не попали грязь и бактерии. У салата или капусты без сожаления удаляйте листья, составляющие внешний слой кочана. В них пестицидов гораздо больше, чем во внутренних листьях. Совет 4. Подвергайте термической обработке. Самый эффективный метод избавления от токсичных веществ в овощах и фруктах – термическая обработка. Она помогает уменьшить количество пестицидов, но одновременно может убить и полезные компоненты в свежем продукте. Чтобы максимально сохранить витамины, придерживайтесь несложных правил. Закладывайте овощи только в кипящую воду. В суп кладите овощи в такой последовательности, чтобы они сварились одновременно. При возможности готовьте овощи и фрукты на пару или на гриле. Зелени салаты можно избавить от вредных веществ, замочив их на некоторое время в теплой воде. Совет 5. Используйте домашние средства для очистки аэрозоли, для очистки фруктов и овощей, появились на российском рынке не так давно. Они представляют собой обычные баллончики с распылителем. Однако в их составе есть не менее вредные вещества, чем сами пестициды. Лучше воспользоваться простыми домашними рецептами. К примеру, отлично себя зарекомендовала вода с небольшим добавлением столового уксуса. Все, что вам необходимо, замочить фрукт или овощ в данном растворе на 1-2 минуты. После чего тщательно промойте продукт под проточной водой и высушите бумажным полотенцем. Ставьте лайки. Спасибо за просмотр ролика. С вами была Алиса Иванова.